Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дело в чем, история, которую вы мне поведали еще в тот раз и то, что вы сейчас говорите, что сад цел, оно настолько невероятно. Вот скажите людям, где вы живете? 50 километров от Сургута. Я взял и набрал Сургут, DimaTorzok Вы потом увидите, вам попадет же этот самый фильм-то. Вот, я сейчас снимаю как бы фильм, так, вот, и получается следующее. Так, я не сюда попал, сейчас, сейчас, ага, вот. Вот фото Сургута выглядит, конечно, красиво, нарядно, современный город. Наверное, богатый город, чувствую. Ну да. Скажите, что может до конца быть это? Какая у вас была низкая температура САМа в этом году? В этом году 40 было, всего 40 было. Да, всего 40, это считается теплая зима. Да, теплые, теплые, сейчас зимние теплые пошли. Давно не было сильных морозов. Так, и тем не менее, будем считать, что у вас сад самый северный из моих, из моих клонов, моих сортов русов, правильно? Скажите, у вас ничем там дополнительного нет, теплогород, греется, нет? Нет, сегодня нету. Татя, где стоит? Так, сколько снеговой покров сейчас? Снежный покров сейчас? Да. Ну, водная, кроватая сейчас. Ты попозь мне толстого снега. Сколько? Полметра, да. Полметра, да. Ну, понятно. Ну, это еще... Ну, сейчас только начал увезти, так сейчас вообще не идет, вообще еще полметра подымет. Ну, понятно. Вот на то и север. Итак, у вас территория, не ошибаюсь, правильная к раннему северу, правильно? Да. Так, какие черенки вам нужны? И что у вас еще в вашей голове? Какие планы, мечты? Ну, и планы. Их планов у меня нет. Мне хочется, чтобы можно, чтобы что-то выросло. И все. Ну, чтобы вы позвонили, сказали, Константинович, мне нужны черенки. Что вы имели в виду? Ну, черенки, да. Вот в том году я взял черенки, очень много прерстлось. Кстати, вот жалко, единственное, у меня в втором конце такие черенки вымахали, такие пустылки метра, ну, по полметра точно вымахали. И осенью большие птицы сломали, и одну грузу сломали, и как раз самое, что, чего я хотел больше всего, это аборт, тоже обломили. А кто обломил? Я не понял. Кто обломил, я не понял. Птицы большие, наверное. Птицы, птицы. Да, я предусмотрительно не привязал этой привилочке к дереву, как следует. Понятно. Ябламили. А так, у меня здесь есть. Все прививки очень много прижилось. У меня, я не знаю, у меня яблоки, у меня мокр. Я не помню, сколько, но до 20 точно есть. Но не все плодомочат еще пока. Ну, что-то сейчас тоже плодомочат. Так, у вас совесть есть? Почему у меня нет фотографий плодосящих яблок из Крайнего Севера? Ага, ну вот будет. Вот, единственное, вот у меня была в центре году, я хотел сейчас позвонить. А, я тебе туда звонил, спрашивал. У меня вот одна яблок, она 3 года, ну, на полу славцевая такая. Яблоки были под 50 кран. Ого. А тут я где-то вычитан, пыл 8 для пыления. И такого у меня в жизни не было, когда есть пруд 8 из-за Франции вылетели. У меня такого не было на одной ветке, не буду врать, но яблок по 30 было, по 40. Места не было, бедная яблка. Я больше половины ведра. Ведра 2 или 3 я снял просто, ну, мелкие, чтобы, думаю, покрупнее яблоки. Но все равно они крупными не стали. И я пожарочил, много оставил, яблок все-таки. Но все равно. И вот в этом году было яблок, яблок как бы очень мало совсем. И были мелкие почему-то, вот меня удивило. Было мало яблок, но они почему-то очень измельчали. Могу объяснить. Это же дерево. Чисто, допустим, чисто символическое, если взять его, перенести в Крым. Это именно дерево. Именно его. Не похоже на его. И там вот яблоки в 2 раза крупнее или в 3. Деревья чувствуют. Климат знает, что здесь страшнее, здесь эти хозяева неблагодарные сумели там, где выжить-то трудно. Значит, надо дать потомство и побольше. А побольше потомство, а семья, это значит, поменьше плоды. Вот и все. Поменьше плоды. Я еще грешу. Я еще грешу. У нас же, что здесь вот с опылением очень плохо. У нас местных пчел-то нету, как бы. Но люди и пробовали держать, держали. Но это выгодно и не держат. Здесь только вот эти шмели летают. Они поздно вылетают. А тут купил и говорю, о, шмели. Они очень сильно опыляют. И вот они опылили, тогда было везде. Ягод было. И свородины было много, всех ягод было много. Потому что они опыляли. Вот из-за опыления может. Ну, не знаю, вот сейчас в этом году еще несколько яблок будет. Не знаю, какие. Просто я много ошибал. У тебя все хорошее яблоки. И еще кое-где. А кое-где меня наебало. Ну, как ты. Хорошая яблоня, хорошая. Ждешь, пока она заблодоночит. Она заблодоночилась. Ёлки-палки. Я вот сейчас начинаю еще. Опять веточки. Я их сейчас весной буду спиливать, какие большие крупные есть. И буду прививать опять. Ну, на свою же. Ну, все понятно. Так. Давай заканчивать разговор. Я этой веточке рад. Я думал, как. Приехал, накопал саженса, уехал. Через два года, это самое, выматерился. И бахнул рукой. И это самое. Не, не, ты что? Не, у меня там всяких полно. Я их сейчас из Косточек тоже. В этом году опять нечаянно к намчурке приезжали апорт. Я набрал чистого вот этого апорта. Уже семечки уже заложил на, ну, и семечек выращивать. Да. Это уже не смелость. В том году тоже на рынке брал апорт у нерусских. И тоже, ну, в том году я, наверное, семечками тоже несколько штук посадил. Я и семечек очень много в корме выращивал. Дружище, это уже не смелость. Это уже наглость. Да, нет, ну, семечек много я нащелил. А перевал, первый, первый перевал. Именно твои. Ты же мне в Сибирку высадал семечки. Своих семечек у меня в Сибирке растут. Фиг, нормально. Ну, ладно, давай заканчиваем разговор. Значит, скажу так. Сейчас, когда, это сейчас запись идет, запись прекращу. Возьму ручку, и мы напишем, так как у меня всего, несколько сортов осталось, черенков, яблонь. Вот, поэтому, наверное, надо быстренько тебя высадить, пока я что. Все-таки, ты для меня самый северный сад, и это не шутки. Вот, так что давайте, я прощаюсь со всеми, кто нас слышал. Следующий, это, у меня был рекорд Турханск, рекорд. Я, когда женщина приехала, набрала, ну, конечно, набрала такие стелющиеся, кустарники брала. То есть, я боялся, я его выйти. Вот, ну, больше ни ответа, ни привета. А с тобой, оказывается, можно общаться каждый год. Ясно, ну, все, я отключаю. Что, погибай, я все равно по новой сажу, опять по новой прививаю. Вот, сколько было, в руче начинали свистить персик, начинал свистить у меня. Затвел, все, долго рос, и он не стал у меня перчик, не затвел. А в том году его сами отобъел. А сейчас я опять перчиков насадил. В этом году, но не затвукнуть, я и так укрыл, что... Я забрали, желаю, чтобы они у меня вытащили. Ну, просто я уже до сведения доводил. Уже были у меня такие два штук. Сейчас еще штук пять у меня перчиков сидит. У меня просто семей тут маловато, некуда. Я сожраю, сожраю уже. Моя материнца, ходить некуда, все за твоих деревьев. Эх, ни ягод не посадить, ни внуков, нигде не пройтись. Я же матерюсь, я говорю, куда, сломаете нахрен. Все, ладно, давай, заканчиваем. Я заканчиваю трансляцию, беру ручку и записываю, что тебе надо. Давай, пока. Это не тебе, это я всем, кроме тебя. Останавливаю трансляцию. Кому интересно, надеюсь, что мы заканчиваем разговор, чтобы все удивлены. Пока. Это не тебе. Доауэрли. Продолжение следует. Продолжение следует...